Военкомат в Москве похитил призывников. Зеленский приехал в самую горячую точку войны, в Харьков. Он записал обращение на фоне руин. Число погибших мирных жителей от обстрелов растет не только в Украине, но и в Белгороде. Это «Воздух новости» на Ходорковский лайв. Меня зовут Елена Малаховская. Прямо сейчас обзор главных событий к этому часу. Число погибших в результате вчерашних обстрелов в Белгородской области возросло до 4-х человек. Ранение получили 18 человек, включая двоих детей. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков. Повреждены многоэтажки и автомобили. А в Минобороны России отрапортовали силы ПВО, уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов «Вампайр» над Белгородской областью. Кроме того, сбито 10 дронов в Курской области и 3 в Орловской, отчитались в ведомстве. Число жертв российского удара бомбами и ракетами по Харькову достигло 14 человек. Ранены десятки жителей. Такие обновленные данные приводит Харьковская областная прокуратура. Напомню, накануне Харьков подвергся массированной атаке. В ночь на 25 мая российские войска ударили по Слободскому району города. Частично разрушено здание местного лицея, повреждены десятки автомобилей. Обстрелы Харькова не прекращались в течение всего дня. Российская армия сбросила две авиабомбы на строительный гипермаркет «Эпицентр». Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, на момент удара в здании могли находиться более 200 человек. Из-за попадания начался сильный пожар. Огонь охватил более 15 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Сенегубов. В результате авиаудара по торговому центру 14 погибших и десятки раненых. Произошедшее прокомментировал глава государства. Еще одну авиабомбу российские военные сбросили на центральный парк города. Она попала в землю неподалеку от спортивной площадки. Бомба не взорвалась, никто не пострадал. Четвертый удар пришелся по плотной застройке Шевченковского района Харькова. Здесь не обошлось без пострадавших 25 человек, в том числе 14-летний подросток получили ранения. В ООН осудили удар по Харькову, назвав его, цитата, «совершенно неприемлемым». Этой ночью Винницкая область Украины также пережила обстрел. В Жмеренке в результате российского удара пострадали трое жителей. Еще 40 человек пришлось эвакуировать. О последствиях ночной атаки рассказал глава областной администрации Сергей Борзов. Повреждены три четырехэтажных, семь частных домов и шесть автомобилей. На фоне непрекращающихся российских обстрелов Украины все чаще звучат призывы к прекращению огня. Ради Олимпийское перемирие предлагал президент Франции Эммануэль Макрон. Владимир Зеленский в интервью издании ОРДА рассказал, что в последнее время получал подобные предложения от мировых лидеров, но категорически отверг перемирие. Президент Украины сказал, цитата, «Для нас это очень опасно». По его словам, перемирие может быть выгодно России, чтобы выиграть время для подготовки к новым наступлениям. Ну а сегодня украинский лидер приехал в Харьков и записал там видеообращение на фоне типографии, разрушенной российским ударом. Он пригласил Байдена и Си Цзиньпина на саммит мира. Он пройдет 15 июня в Швейцарии. Президент США Джо Байден, выступая на церемонии выпуска в военной академии Вестпойнте, назвал Путина жестоким тираном. Глава Белого дома сказал, цитата, «Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем отступить, и мы не отступим». Это не первый раз, когда Байден нелестно отзывается о Путине. Он уже называл его убийцей, диктатором, мясником, военным преступником. Сам же Путин реагировал на подобные оскорбления поговоркой «Кто как обзывается, тот так и называется». В подмосковном Подольске произошел пожар на складе газовых баллонов. Это случилось в ночь на воскресенье. Очевидцы утверждают, что перед возгоранием слышали взрыв. Сначала поступала информация, что сгорел непосредственно склад технических и медицинских газовых баллонов. Потом МЧС сообщило, что пожар был в разобранном строении, а также сгорели четыре строительных вагончика. Пламя распространилось на 500 квадратных метров, к утру его потушили. О причинах пока ничего неизвестно. Тем временем разведка Пентагона сообщила данные, что ВСУ вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощности России всего за два месяца с конца января до конца марта. Из-за этого в середине марта цены на бензин внутри страны выросли на 20-30%, а импорт бензина вообще остановился, пишет Блумберг. Доклад подготовил генеральный инспектор разведывательного управления Министерства обороны США Роберт Сторч. Он также наблюдает за военной помощью Украине. Такого рода удары ВСУ направлены на истощение запасов топлива и экспортных поступлений для путинских вооруженных сил. Однако США критикуют их как создающий риск для мировых цен на нефть. Под Литейным мостом в Петербурге столкнулись два пассажирских судна. Это случилось в ночь на 26 мая. Теплоход «Солярис» по неизвестной причине был вынужден уходить от столкновения с другим судном и сделал это почти удачно. Вот только под Литейным мостом пришлось резко затормозить, и волной его прибила к теплоходу «Чайка». Разрушения небольшие. Делом занялось транспортное управление Следственного комитета. В Москве на сборном пункте военкомата задержали 15 призывников, затем их отправили в войсковые части. Родители задержанных потребовали немедленно освободить детей, вызывали скорую и написали заявление в полицию. Наших детей забрали в это строение. Несколько часов находимся здесь. Наши дети также находятся без еды, без воды, безо всего. Не дают нам, не предоставляют никакой-либо информации. Тем самым нарушают наши законные права граждан Российской Федерации. Но правоохранители бездействовали. Родители Павла Крымова рассказали об обстоятельствах его задержания. Цитирую. Павла Крымова вчера схватили полицейский в метро. Сказали, что он в уголовном розыске. У парня астма, мобилизации он не подлежит. Привезли в отделение, потом на Угрежскую забрали телефон, документы. Конец цитаты. У других призывников в анамнезе тоже несовместимые со службой диагнозы. У одного молодого человека психическое заболевание. Ему нужны таблетки, но матери даже не дали их передать. Серьезные диагнозы не помешали провести медкомиссию и признать призывников годными. Их обрили и отправили в части. Одна из них в поселке Мосринген в Москве. По обновленным данным издания Астра к утру родителям Павла Крымова все же удалось сына отбить. Что ж, это все новости, которые я собиралась вам сейчас рассказать. Пожалуйста, не уходите от нас без лайка. Лайк не означает, что вам нравится все происходящее. С помощью него вы даете сигнал Ютьюбу, и он распространяет наши ролики и трансляции. Также подпишитесь на Ходорковский лайв, если почему-то еще нет. И скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok